Петр Егорыч Лысов из Тиньковки У нас есть Матлин Михаил Григорьевич Это профессор, филолог, возглавлял кафедру Вот он мне про него подсказал, честно говоря, что там в Тиньковке живет дедок Он знает тайный язык Я, конечно, заинтересовался, что это такое, я и понятия не имел И как бы я поехал, нашел возможность для поездки с товарищами То есть записывать Петра Егорыча как носителя тайного языка Вот мы с ним общаемся, он многое рассказывает, что это, откуда это, слова Я пишу, где-то проходит полдня буквально И буквально вот мы где-то на улице тогда были, но там за огородом Он говорит, говорит, потом я чувствую, что там надоело эта тема А знаешь, Павел, я ведь не проиграл ни одной рукопашной схватки Ни одной рукопашной схватки не проиграл Я говорю, стоп-стоп, дедушка, давайте отсюда поподробнее и помедленнее Вот, и оказалось, оказалось, что он был атаманом кулачных бойцов в села Тиньковке Там было, значит, две улицы, он возглавлял это все дело То есть я просто был в шоке Потом давай его расспрашивать, оказывается, он и пляшет отлично То есть тут еще второй шок Потом дальше, дальше больше Он там и травы знает, он и народные какие-то предания знает То есть вот глубинный человек, как бы вот Которым объединяются, ну, многие, многие элементы вот нашей народной культуры Тут тебе и кулачный бой, и тайный язык, и знание травы, и народные предания, и вера, и все, 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 все Вот таким оказался он человек Шишкарь У нас встречался термин Народный Я подчеркиваю, не нужно их с уголовным путать Очень многие вещи из народа Пришли к тюрьму, потому что тюрьма тоже, в общем, явление-то народное Там сидят-то наши соотечественники Ничего тут удивительного нет А у нас их путают В силу того, что что-то осталось только в криминальной среде, а в народе как диалекты уходят, забываются слова некоторые И вот шишкарем у нас иногда называли атамана, то есть партия, которая его проводит Иногда называли лучшего бойца, который, вот еще, надежа боец, там разные есть термины И выражение было такое, шишку держит, как бы верхушку, ну, в коллективе человека Это можно сравнить с термином человека, который круг держал Держать круг, это когда люди борются, и он по очереди борет всех, кто на него выходит, всех побеждает Он как бы один целиком держит целый круг И в этом позначении употреблялось держать шишку То есть он находится на макушке, на верхушке, он самый сильный, самый, как бы, крепкий человек Вот, значит, от гор, эта улица идет, вот от гор, вот эта улица И она, вот только до этого перекрестка, это была моя февра Это самые, как сказать, мои надежные, лучшие, ну, нельзя, люди Но я потом стал, все теньковки я стал шишкарем Все теньковки До тридцатый год включая Всех, любого, любой масти, любого роста, возраста, любого до тридцатого года И выше были года Даже двадцать девятый, тридцатый, это, двадцать девятый, двадцать восьмой уклад Я говорю, я в сутки дрался, это шестнадцать раз, минимум Лысовский замок Вот, никто так не бьет теньковки Вот только я старался, ну, поднырнуть, под эту руку не попасть Отсюда И вот И вот А здесь Ноги вздергывали самым затылком Вот Может, вот так Не так повыбирывать А сбоку на бок И все, и больше не встают То есть, вы как бы в горло били? Или почему? Вол, нет Вот По гортане, по кабеку А, вот почему? Сразу И раз Вот, ноги дергались Вот так И все, и плашмя Он больше не вставал Тут Вот так еще раз На правую руку крутите Левую И вот эти Вот этот палец, видите, у меня Так, ничего А этим весь Выбитый Потому что большинство угождал вот этим пальцем Значит, сразу Раз Но Нога Немножечко за пятку Может быть, и это помогало, что он так дергал скинуть Раз Его под это место И все Вот под это место Вот Расскажу еще Такую вещь На память Вы меня вызвали А я хорошая вещь Были Братья Рыжковы Степана хорошо помню С одной рукой пришел С фронта Одна рука Вот Другого я Не звать И не так уж очень хорошо помню Они тут Любого Неприступные И вот Им этого мало Они гуляли Гуляли на Масленицу Вот А в Кезьмине Был ухарь Вот они говорят Гришка говорит Степка, айда Правда Нет Скучно тут на Масленицу Айда вот В Кезьминке К тому А, Степка А про него говорили Вот лошадь Но ведь ездили-то На лошадях только Угу Вот после заноса Где-то из оврага Лошадь Не взяла Воз Не взяла Ха Нет бы ему сзади помочь А он нет Он берет Выпрягает ее Ууууу Чуть вывез я А тебе уж где вывезти Ха-ха-ха-ха Да-да В общем садятся на другое утро, на лошадь, были частные лошади стоят, приезжают, утром рано, стук-стук-стук, ну, выходят, о, да вот мои стенковки, вам чего, да дело есть, ну, есть дело, давай, отворяют большие ворота, лошадь сам заводит, вот какая была раньше, какой-то хозяин, пускает, значит, лошадь сам заводит, выпрек, сено в сани положил, лошадь к набилке привязал, лошадка ест, пошли в избу разделы, заходят, жена печет блины, масленцы же дерутся, он сидит, садится сразу, он ел, ест, ну, садитесь, угощайтесь, сели, он, по стакану, значит, самогонки наливает себе, тоже, может, не первый, тяпнули, ну, закусывайте, поели, малость, говорит, ну, какие у вас дела, да какие дела, айда, выйдем на двор, мы уж скажем, там, айда, оделись, вышли, ну, какие у вас дела, да вот мы приехали, нынче, говорит, масленцы, померят силами, о, вот можно, как вы будете, оба сразу, аль по одному, мы, говорит, аж, оба сразу, нет, мы, я, говорит, боюсь, как бы Степка не сказал, Гришка не сказал, по одному, оба сразу, ну, ладно, давай оба сразу, раскидат, шумят, сани кидат, ну, говорит, мы тоже раздельцы, и вот, говорит, пошел, лошадь ест мирно, а он, говорит, то и этого, то и этого, а мы, значит, прыгнем, в общем, говорит, вокруг лошади, занято нас, разогрел нас, поиграл, потом, говорит, как, Гришка, лёг, говорит, Гришка, раз, брык, и в санях, э, слабый какой, ну, со мной, говорит, еще еще начал играть, поиграл, поиграл, а Гришка не шевелится, как, в пасть, в эту ребру, я, говорит, не помню, лап на Бришку и лежу, там, ушло, там, сколько, а мы все лежим, выходим, э, мужики, да вы что же, вы драться приехали, а сами лежите, ха-ха-ха-ха-ха-ха, Сбор материала по ГУЗе у нас экспедиционный. В течение 15-12 лет подряд, даже больше, наверное. Но в течение 12 лет это были уже экспедиции университетские, академические по сбору материала о русских бойцах-рукопашниках. И экспедиции это в первую очередь, ну не ферруч, в основном, были по деревням. Сейчас есть какое-то такое нездоровое мнение у городских жителей о том, что люди деревенские это не настоящие воины. Настоящие воины, они должны жить где-то в городах, они должны обязательно служить где-нибудь в отрядах спецназа. А в деревне живут такие вот люди, которые только кверху задом торчат в этих грядках и заняты только сбором урожая. Вот я хочу этих людей разочаровать, потому что большинство людей, у которых мы учились, они прошли Великую Отечественную войну. Они были солдатами и офицерами этой Великой войны. Они были разведчиками, они были смершивцами, они были диверсантами, летчиками, артиллеристами и так далее. Это, видимо, от фильмов Курасавы. Там вот есть хорошие самураи и такое какое-то противное крестьянство. Мы живем в России, здесь все по-другому. И с самого высокого уровня рукопашный бой с применением передовой тактики, с богатым жизненным опытом, можно встретить в деревне у старика. Вот, так, а и сразу. Здесь удар сразу. Здесь удар головой. Естественно, я же не буду стоять в обнимку с вами. Отвел топор и стою. Ясный удар головой. И удар должен быть жестким. Я никогда не... Вот если я драться, чтобы на мне фуражка была, я его снимаю. Или бросаю. Снимаю, бросаю. А, чтобы удар был жестким. Ну, конечно. Надь, это небольшое осмягчение. Вот смотри, сколько раз вот приходилось. В фуражке ударишь сильно, но вся кожа, все целое. Голой башкой дашь, и вот так вот лоскут завернется. Какая штука здесь получается. Вот так вот лоскут, а я сейчас уж не изображу как надо. Вот так. А я, значит, хватаю. Вот так вот лоскут, а я в это время вот так пару раз. Ну-ка медленно. Медленно. Вот, вот, вот вы меня так связали, да? Я вас беру за рукава и вот так. Вот так. Вот так. Ну, значит, я вас калачу, вы защищаете. Раз, раз, и все. Если не стою, я подпрыгну. Просто подпрыгну. А если у меня голова внизу будет? Голова внизу? Ну и что же? Тогда как? А тогда вот так. Раз, и раз. Я левую хватаю, а за правую и вот так. Ну, однако, а я ведь должен дружить, да? У вас ведь вот так. За ухом-то у вас голову, а вот тут-то, ох-то. Ну, буза это не просто единоборство, не только единоборство. Когда мы начали только собирать, нас интересовало только единоборство. Но, познакомившись поглубже с людьми, с носителями традиции, оказалось, что это, ну, такой неразрывный комплекс, что ли, воспитания, человекообразования. Это и артели, коллективы, в которых были все связаны и взаимопомощью, и ответственностью взаимной. Атамана себе выбирали. И это праздники, культура проведения праздников совместных. Это русская мужская пляска и русская боевая пляска. Они отличаются несколько. Которые тоже, как бы, как элемент этой культуры очень важны. Это песенная традиция. То есть вот такой вот комплекс, в котором личность вырастает не как просто какой-то спортсмен, который только дерется в зал, и не как какой-то хулиган, который всех колотит и что-то там отнимает. Личность комплексная вырастает. Вот мне на ум примеры приходят, как это было в античной Греции, когда все еще было довольно цельным в образовании. Пифагор был чемпионом Олимпийских игр по панкратиону. Платон был чемпионом Олимпийских игр по кулачному бою. Вот такие люди, будучи одновременно философами, они были прекрасными рукопашниками. Повергну такого сильного противника, мне его жалко. Я не раз плакал. Я жалею его, я плачу, плачу. Я не скрываю слез своих, мне жалко. Вот я ему потом, он тоже умоется, там все. Подхожу к нему, там, Колька или... Витька, ну ты же сильнее меня, ну ты как дал себя, ну побить-то мне. Он говорит, знаешь, Петька, кулаков твоих не видно. Они летают не видно где, как. И сыпется удар, как град. Вот, и все. Раз там, допустим, вот мы молотимся, раз я вот там. Вот, и вот давлю я на это, вот на это место. Вот, вот давлю, а тут-то ведь у меня ничего нет. И я давлю, давлю. И, а, пена изо рта, которую я держу за, а это его, раз. А, вот как. И, и вот, вот, давлю, вот. Вот, я схватил сразу, раз, давлю, а сам-то я вот сюда, видите. Я и туда клоню, и сюда клоню. Силы-то одинаковые, но надо разные точки. Как он не противится. Здесь подножку можно. Да, это уж обязательно. Я же рассказывал, как с боксером-то у меня странили. Ну, ну, ну. С ленинградским. Вот такая куртка на нем. Вот точно такая почти куртка. Кожаная. Это он, когда встал, и все, и все. Я, я чувствую прямо, у меня кругом горячо. Только не чувствую, течет и валится или нет. И все. Я прямо вот стою и говорю. Все, а Петя. Пиздаль. Влип. Влип. Ну, поскольку дожак хевра, куда делается? Куда делается? И вот, значит, он стоит. Я ему говорю. Но бей. Он только сказал. Хотел сказать, бей первым. Слово бей я ему не дал сказать. Сразу как бей. Он, значит, глядит. Раз он так умеет стойку принимать, значит, он... Я прошу его. Он... Я как его слева это задвинул. И он вот так закрылся. И дал. Я сразу собрался. Эх ты, падла. И дала ему молотить. И дала ему молотить. И дала ему молотить. Он кричит уже. Ну, он кровью обливается. Кричит. Хватит, хватит. Говорю. Только начали. Ты уже хватит. Не хватит. Ну, правда, наши. Маяхиевы подскочили. Говорю. Говорю. Так нельзя. Хоть ты и нами уважаемый. Но так нельзя. Проще человеку. Пощаду. Отдай ему пощаду. Ты нас так учишь. Дай пощаду. Субтитры сделал DimaTorzok А по ту сторону реки. Здесь вот была. У нас седьмая бригада была. А по ту сторону реки. Там была шестая. Так там была своя хевра. И они так почетно назывались. Как по-двотному. Золотая рота. Вот, значит. Пошли. Вот такие вот. У них. У пены. Пошли вот такие вот. Трости. Железные. Они железные. Кованые. Этот вот. Этот конец. Он вот так расплевал. Мужчин. Как почти бубновкой. А конец острый. Ну и вот. Для повладения. Ведь властью. Над всеми. Что нужно. Решительные меры. Меры какие устрашивающие. Так вот. Из этой хевры. Они. Как они стали. Этой вот второй хеврой. Они значит. Подойдет. Раз. Может быть он сильно не поранит. Младежу. И зервет. Этого боялись. Потому что были все голые мяги. И вот это все подчинилось. И вот когда. Значит. Я возмужал. И стал вот этой хеврой командой. Потом эту хеврой я все уничтожил. Никого не стало. И я ходил один. Со своей хеврой. Я стараюсь вот. Вот. То есть я бью как-то, да? Да. Я раз. И вот так. Ломом сюда. Ага. Понял. Еще пару слов. Есть ли отсюда лом? Отсюда, да? Я бью. Вот. А я раз. И тоже с этой. Разный бьет. Одним словом ломом больше лаешь. То есть хватает где-то за селедку. Вот между руками. И вот. И идет. Вот этот конец. Он идет. Да, да, да. Вы тоже опасались. Да. Был у меня лучший друг и лучший боец. Виктор Михайлович Морчника. Это с вашей хевры, да? С моей хевры. Вот оттуда от гор. Он из дяуши. Ничего ни хрена не значащий по росту. Он мне был вот так. У меня где-то в городе есть что-то значимое. Он был вот так. Но. Когда нас даже бывало трое. Он никогда не... Он вот так вот выходил вперед меня. Ну, обычно у нас был такой. Клевок. То есть готов и пошел. А он нет. Он не плевал. Он так. И сразу вот. Пошел и ломится. Своими 12 килограммами. И это... Это, видимо, вот на противник наводило страх. Этот даже вперед. Вожака. И я иду пошел. Ну, я, конечно, его в сторонку. И пошел. И пошел. 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 Я не столько брал силы, сколько созданным ореолом славы. А вот это время голубуха. Это худо, что ли, за ухо. Это сухих и боехо. А куда бить? Вот сюда. Вот? Именно сюда. Так вот бойками кулаком? Чем угодно. Только кулак. Вот за ухо. Это как вот шумы. Вот, давай. Медленно, допустим. Ну, вот, да. Раз. А, я отложу его в это время сам шум. Ну, вот я, допустим, ставлю. Так. Ваши действия. Я действовать могу. Вот так. Подложечку. А подложечка куда? Душку? Да, да, да. Если прямой в торец. Тут уж проволоку содержим. Тут просто. Летит кулак в торец и согревается. Тут же в торец. Раз. Ах, вот это и уже, да? Вот. Это. И. Это святым кулаком, где пощадки в шее. Ну, тут и так можно. Подмирной. Да. Как? Не прихватывай. Ну, да. А вы ведь вывернитесь, да? Ну, ведь вы будете выворачивать с яжней буты. Я или так. Угощу сюда. На этом месте. Или присяду ложно, чтобы вы не вернулись. И вот, значит, еще с одним сильным встал я. Боялся я его. И все-таки меня уговорили. У него аж вот морда лоснилась от сил. Встал, а сам трепещу. Но, взмоляясь Богу, говорю, куда отступать? И вот, значит, говорю, бей. Я говорю, бей ты. Он мне, как даст по левому виску. Я в правую сторону. Только я встал. Как даст по правую? Я говорю, лево. Только вот я встал. Он мне, как вторится? Даст. И я ляп вот так. Но на спину не упал, а на руки. Никогда не забуду положение. Сижу, полу сижу на заду. Ноги в полусоргнутых коленях. И вот, я не помню, конечно. Но мне говорят, ты дикой вопль сдал. И на него. Он то ли это не могло перепугаться. В общем, он начал защищаться. И не смог защититься. Не смог защититься. Я его измолотил. Нет живого места. Он кричит, уже хватит. Я, конечно, напалил этикеты. Раз человек сказал, хватит, все. А я уже тут, видишь, управлял собак. Ну, меня наши подержали. Моя-то хевра. Успокоили, отвернули. Ну, ведь, допустим, я эту руку буду отрывать. Это же бесполезно? Ну, да, если не страшно. Конечно. И все. Значит, что-то грубое. Контримерно, да? Вы меня так схватили, да? А я или так достану. Или вот так достану. Или, допустим, может быть, и так. И так. Я вам говорил, что я никогда ребром в задоне не бил. Не бил. Ну, просто, видимо, не приходил. Вот тут сейчас, если так, и так. И так. Но введи вот так. Правильно? Вы мне это, как сказать, фронт действий не сузили. Здорово, для того, чтобы я это видел. Вот у меня был такой случай. Был у меня задушевный друг. Ныне он теперь покойный. Красавец. Рост вот как у Павла. Ну, такой же здоровый. Верхов Виктор Александрович. И вот однажды, однажды мы идем. Мы идем втроем. И нас окружает эта хевра, человек 16. Раз и в кольцо. Естественно. Я не дернулся, потому что бесполезно. Зачем же показывать себя таким беспомощным. Лучше, как сказать, помнуть пусть. Но только не бегство. И этот мой друг, здоровяк, как ломанулся через кольцо. Я за ним. Меня противники выпустили. Свободненько. Я его догоняю. Настигаю. И начинаю молотить. Я его молотил до тех пор, пока я удовлетворил себя. Да, я ему дал. Разворачиваюсь на 180 градусов. И иду. И прямо в это кольцо прохожу. И вот это в этом кольце стоит этот вот Витя Мощников. Витя Михайлович. Маленький. Он стоит один. Я к нему встал. Принял стойку. Та хевра постояла, постояла. Посмотрела, посмотрела. Развернулась и пошла. И нас оставили нетронутыми. Ну, Петр Егорович удивлять может. Значит, общались с ним уже не первый день. И в другом говорит. А у меня спортзал есть. Я сразу так напрягся. Думаю, ну сейчас что-то какие-то из дерева вытащены. Там лавы, штанги. Это, это. То есть, интересно. Я, конечно, взыгрался сумасшедший. Пойдем, говорит, покажу спортзал. И, короче, он заводит меня в свой огород. Вот там ветка висит. От яблона. Вот он идет, раз. Пригибается. Проходит под веткой. И встает. Вот видишь, говорит. Ты что думаешь? Я не могу ее поднять в ветку, чтобы удобно мне было ходить? Нет. Я лучше сам себя буду каждый раз заставлять нагибаться, наклоняться. Вот у него огород, как бы, да? Где он, ну, трудится. Он в каких-то вот таких легких препятствиях. Там внизу доски лежат, поломанные. По ним надо тоже аккуратно пройти, чтобы не сломаться. Где-то под кустами ими пролезть, еще что-то. Ну, конечно, самое яркое было. Вот когда 10 лет назад я его снимал. 72 года ему было. Значит, берет два ведра. Спускается с огорода. Там вниз немножко надо спуститься. Метра три. Сплончик такой. И речка бежит. Потом с двумя ведрами спускается к речке, черпает их. И на полукарачках поднимается. Я тогда даже сказал ему. Петр Игорьевич, давайте помогу воду поднять. Нет, нет, нет. Это мое, это я сам. Его с двумя ведрами. 72 года. Он заползает в гору. Потом заходит на огород. И причем заходит, там у него дырка в заборе, по-моему, была. И кусты такие. И надо в полном приседе. Там именно этот участок проходить. Вот вы представьте. 72 года. С двумя полными ведрами. В полном приседе. Он тащит эти ведра. И вот он заходит. Вот это, говорит, у меня такой спортзал. Вот я набираю водеечку. Ведерки в моей родной куреночке. Помогает молитва. Вот так, видите, изворачиваешься. А все можно. Косой 5 раз махнул, и мне будет мешать. Все это, вот, недолго убрать. Но я не убираю. Почему? Да бы ухо остро держать. Вот, чтобы не споткнуться. Уберечься от падения. Теперь капусту ко мне помнить. Вот я и пришел. Не дают людям жить в здоровье, в любви, в согласии. Три сестры. Первое. Зависть. Зависть порождает алчность. Алчность и зависть порождают третью сестру, злодейку. Это, что? Ненависть. Вот берегитесь чего. Вот берегитесь чего. И будьте верны заветам митрополиту московскому. Филарету. Все-таки умейте, он говорит, не говорить прощать. Он говорит. Умейте прощать врагов ваших. Обличайте врагов веры православной и церкви Христовой и апостольской. И сокрушайте врагов Отечества нашего. К чему мы будем готовиться. Все. Погуляли, погуляли, и расставаться нам пора. Ох, прощай, матушка Теньковка, и шедуле их агора. К чему мы будем готовиться.